Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в приеме граждан в режиме видеоконференц-связи, который по поручению президента России Владимира Путина провел полпред Юрий Чайко. В видеоприеме принял участие житель хуторов Роловский, Зеленчукского района Валерий Брянцев. От имени жителей он озвучил просьбу по реконструкции фельдшерско-акушерского пункта во Фроловском. Данный вопрос у нас уже находится в проработке. Уже готова проектно-сметная документация. Начало строительства ФАПа по программе развития первичного звена здравоохранения намечено на 2023 год. К 1 сентября досрочно мы сдадим ФАП и наладим систему маршрутизации больных. Зеленчукской центральной районной больницей сообщил в ходе приема Рашид Темрезов. Народный фронт презентовал портал, информирующий о том, как помочь военнослужащим ЛДНР в их борьбе за свободу Донбасса. С помощью портала победы.нф.ру россияне, желающие поддержать военнослужащих Донбасса, могут получить исчерпывающую информацию о том, как это сделать, а также узнать, на что потрачены привлеченные средства. Людям нужны продуктовые, хозяйственные, бытовые, детские наборы, медикаменты. Можно выбрать, какую форму помощи поддержать и в какой город ее направить. Во всех региональных отделениях Народного фронта принимают вещи, необходимые бойцам и мирному населению НЛДНР Донбасса. В Черкесске пункт сбора располагается по адресу проспект Ленина, 34, здание Дома профсоюзов. Время работы с 9 до 18 часов. Подробности можно уточнить на сайте регионального отделения Народного фронта. Работа портала и благотворительного фонда Народный фронт все для победы уже стартовала. Военнослужащим Донецкой Республики были доставлены три партии квадрокоптеров из регионов России. У каждого сбора есть свой куратор. В первую очередь это военные корреспонденты, которые достаточно известны у нас в России, вызывают доверие. Эти же кураторы будут размещать отчеты по итогу сбора. Это нам очень нравится, то, что прозрачность всего происходящего. Мы увидим, куда непосредственно наша помощь уйдет. Поэтому здесь у нас с сегодняшнего дня работает в Доме профсоюзов пункт сбора. Те, кто хотят материальными какими-то вещами передать, они могут сюда нам передать, привезти, отдать. Мы организуем дальнейшую логистику до непосредственно воинских частей. А те, кто хотел бы помочь денежными средствами, понятно, что это проще, быстрее. Как юрлица, так и физлица имеют такую возможность непосредственно через сайт. Сегодня Международный день безопасности на железнодорожных переездах. Автоинспекторы совместно с дорожными мастерами провели в Черкесске профилактический рейд. Его актуальность продиктована печальной статистикой. Вместе с участниками мероприятия на железнодорожных переездах региональной столицы побывал и наш корреспондент Артур Мхце. Водители, которые сегодня выбрали для въезда в центральную часть Черкеска улицы Кавказскую и Даватора, с утра ожидал небольшой сюрприз. Крайне редко доводится видеть в таком состоянии участки переезда через железнодорожные пути. Закрытый шлагбаумы давали понять, что в скором времени здесь должен пройти состав. А значит, всем автомобилистам стоит быть более внимательными. Хочу обратиться к водителям с просьбой выполнять все правила дорожного движения, быть дисциплинированными. Чтобы они помнили, что их дома ждут, что это участок повышенной ответственности. Пусть берегут себя и окружающих. Также хочется обратиться к водителям, чтобы при подъезде к железнодорожному переезду соблюдали правила. Заранее смотрели на светофор, на шлагбаум и не нарушали, не проезжали при закрытом шлагбауме. На территории Северокавказской железнодорожной инфраструктуры с начала текущего года зарегистрированы 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых шестеро человек пострадали, еще двое погибли. Статистика неутешительная даже несмотря на периодически организуемые профилактические рейды. А ведь санкции за нарушение водителями правил на железнодорожных переездах довольно солидные. Штраф 5000 рублей или лишение права на управление транспортом сроком до шести месяцев. В случае повтора в статусе пешехода придется провести уже целый год. К слову, на данный момент в Черкесске два оборудованных участка – под Аватара и Кавказской. Но это вовсе не значит, что по остальным на том же Знаменском переезде автолюбители могут передвигаться, как вздумается. Осторожность необходимо соблюдать вблизи каждого железнодорожного полотна. Артур Макцель, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Карачаево-Черкесия В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный – 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью – 12-14, днем – 26-28 градусов тепла. Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-9000. Умею и хочу учиться. Поэтому с 10 класса я в университете. Работаю с настоящими учеными. Заканчиваю школу нового типа в ИСКФУ и собираюсь стать студентом. Стать студентом. И хочу стать студентом. Прием в школу нового типа в самом разгаре. Продолжаем выпуск. В программу Вести обратились жители одного из многоквартирных домов Черкеска, которые пожаловались на неисполнение подрядной организации благоустройства их дворовой территории. Проект превысил все допустимые временные рамки. Так стоит ли горожанам ожидать завершения установки детской площадки, выяснял корреспондент Артур Мхце. Эта территория по Советской 73 в Черкесске давно должна была стать детской игровой зоной. Двор не вошел в федеральный проект благоустройства. Но по просьбе горожан помочь в создании комфортных условий для малышей вызвались члены регионального парламента. Летом прошлого года жители многоквартирного дома встречались с представителями мэрии муниципального образования и депутатами-единоросами. У нас находится площадка на пересечении четырех дорог на перекрестке. Это первое. Очень часто мы вылавливали буквально своих детей с колес машин. И второе, она была уже действительно в непригодном виде. На что нас наконец-таки услышали, пообещали нам сделать, нам показали проект, согласовали с жильцами. Были определены фронт работ и подрядная организация. Но как нередко случается, что-то пошло не так. Когда стало понятно, что согласованный с горожанами проект остался у них лишь на бумаге, люди обратились в мэрию за разъяснениями. На что получили официальный ответ, в котором было указано, что в отношении недобросовестного подрядчика в настоящее время проводится проверка. Так как строители нарушили все допустимые сроки, специалисты муниципального образования направили запрос в региональное управление Федеральной антимонопольной службы. Процедура займет 10 дней рассмотрения обращения УФАС. УФАС также дает 10 дней подрядчику для устранения данных нарушений. Если подрядчик уже не устранит эти нарушения, подрядчик будет внесен в реестр недобросовестных подрядных организаций. То есть на территории КЧР он больше не сможет выполнять никакие строительные работы. Старые игровые комплексы перенесены на газон. На одном из них ничем не закрепленном детке по привычке продолжают играть. Каждого малыша оттянуть подальше от ставшей ломом горки попросту невозможно. Кто ответит, если вдруг произойдет несчастный случай? А ведь эта территория не единственная в городе, которая нуждается в завершении начатых когда-то работ. На что указали представители регионального народного фронта. В рамках федеральной программы по благоустройству городской среды, К сожалению, весь 2021 год, ну не в подобной ситуации, но не в такой запущенной, но в подобной ситуации. Потому что куча нарушений, по моим сведениям, дворы еще не сданы с 2021 года. То есть вот мы тоже работаем, ведем претензионную работу. Мы направили в мэрию города Черкесска 20 мая перечень по каждому двору. Тем не менее, на дворе уже 2022 год, и полным ходом идет благоустройство новых территорий из ранее составленного списка. Что касается детской игровой зоны по Советской 73, то находившийся на встрече с жильцами подрядчик пообещал выполнить работы в течение месяца. В противном случае в отношении организации могут быть применены ранее озвученные представителям мэрии санкции. Дальнейшее будет находиться на контроле у городских властей и регионального народного фронта. Артур Махце, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Восточно-Клухорский ледник – своего рода индикатор состояния развития высокогорных ландшафтов, и поэтому члены Карачаево-Черкесского отделения Русского географического общества регулярно изучают изменения, которые там происходят. Исследуют они и высокогорный североклухорский каскад озер, один из которых до недавнего времени считался самым глубоким в Карачаево-Черкесии. Но, как теперь выяснилось, это не так. Все подробности в репортаже Аллы Динаевой. При слиянии рек Гуначхир-Яманаус начинается дорога, которая ведет в Гуначхирское ущелье. В различные времена она называлась по-разному, но эта дорога всегда была актуальна. Тут проходил и Великий Шелковый путь, остатки которого видны сейчас. А ведет это дорогой к североклухорскому каскаду озер, которые расположены на высоте около 3000 метров. И первое из них, и самое нижнее, известное нам всем форельное озеро. Очень интересно, рано утром над ним образуется шапка из густого тумана высотой в полтора метра. Видимо, оттуда и название Тубан-Лэкёль, что в переводе с карачаевского означает «туманное озеро». Но в последнее время в нем появились признаки зарастания. Это говорит о том, что там увеличилась органическая масса в составе воды. Этот водный объект опоясывает крутые склоны, ежегодно здесь сходят лавины. А эта зима была большого снега, и на озеро сошло одновременно шесть лавин и выбило дно. Последнее аналогичное явление наблюдалось более 20 лет назад. Скоро форельное озеро восстановится и будет очень чистым, говорит доктор географических наук Вячеслав Онищенко. А еще он рассказывает, что здесь ступенчатое расположение рельефа. Нижнее – вот это долинный рельеф, дальше идет каровое образование в виде такого полуоткрытого цирка, замкнутые хребтами небольшие кары, на дне которых транспортируется осадочный материал и реки. Вода – это водосборные бассейны, и первый из них после Троговой долины – это кар, с которого наблюдается… Язык ледника – хокель. Сказочно красивый ледник. Он один из самых низких ледников в заповеднике. Опускается до высоты где-то 2200 метров, 2100 метров. Тоже сейчас интенсивно отступает, ну, порядка 87 метров в год он отступает, этот ледник. Моментально после его отступления происходит биологическое освоение. Появляется первая растительность, которая формирует почву, и начинают развиваться субневальные, затем альпийские и субальпийские ландшафты, рассказывает Вячеслав Валентинович. Затем следующий кар – это уже Большое Клухорское озеро. Огромное Клухорское озеро. Считалось до недавнего времени, что оно самое глубокое в заповеднике. На самом деле нет, самое глубокое – это Муруджинское озеро. А Большое Клухорское озеро глубиной 39, где-то с половиной метров максимально. На дне этого озера, значит, скальный панцирь. Как бы скальный панцирь, очень гладкий. Форельное и еще все четыре прекрасных высокогорных озера – Большое Клухорское, Малое Клухорское, Восточно-Клухорское и озеро Орючат, с которого берет начало и река с одноименным названием, изучили сотрудники РГО. И когда их обследовали, выяснили, что живые организмы почти отсутствуют в этих озерах. А эти – водные объекты. Эти озера – это запасы чистейшей воды, наши запасы, да? Да. Эта вода нам очень близка к абсолютно чистой воде, бездисцеллированной. Мягкая по своему содержанию. Присутствие здесь каких-то включений, связанных с наличием органических соединений, незначительной, ну, практически отсутствует. Продегустировать ее можно в этой речке, да, про которую вы сказали? Можно, да. Не поднимаясь для ленивых. Ну, вы знаете, вот человеческий организм, он все-таки привык к воде с содержанием солей, карбонатных солей, там, всевозможных и даже и солей органических соединений. Ну, а вот такая чистая вода, чистая, ну, она приятная, да, она освежает. Но для здоровья человека, который привык не к таким чистым водам, она может быть даже неблагоприятна. Сочетание озер с роскошными литниками, многообразием растительности, создают неповторимые ландшафты и привлекают сюда туристов. Это места героических сражений, овеянные, не меркнущие славой советских воинов и скорбью о тех, кто погиб в неравных ожесточенных боях, но не пропустил на Черноморское побережье немецко-фашистских захватчиков. Аладинаева, Расул Бердиев, Али Бастанов, Вести Крачево-Черкесия. Это все вести. Прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым.